надеюсь что вам видно мой монитор так и господи ну-ка напомните мне как тут отключить комментарии я уже прям совсем все забыла как они отключаются так вопрос нет так 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 как выключить комментарии давайте подскажите мне а я пока еще знаете тут стоит телефон на штативе он стоит прям передо мной мне конечно это не очень удобно но я постараюсь вам все показывать и так смотрите вот я открыла фотографию у нас с вами она открыта в фотошопе так как уровень у вас разный совершенно кто-то хорошо знает вообще что такое фотошоп да и как с ним работать а кто-то вообще только новичок я буду максимально рассказывать просто ну насколько это возможно вот у меня сейчас фотография открыта в фотошопе и самое важное но с чего мы должны с вами вообще начать изучать цвет это конечно же понимать вообще из чего состоит наша фотография скажем так простым языком да вот если мы сейчас с вами посмотрим в меню какой какая модель у меня да мы с вами работаем с моделью rgb цветовое пространство rgb что такое цветовое пространство rgb цветовое пространство rgb rgb красный зеленый синий то есть вот вы здесь у меня сейчас видите три цвета три основных цвета до из которых состоят наши каналы красный зеленый и синий где мы их можем найти ну например давайте пойдем в корректирующий слой color balance и вот в корректирующем слое color balance мы с вами видим эти три канала красный зеленый и синий и мы должны с вами запомнить очень простая схема что эти каналы так кто-нибудь мне написал ребят кто-нибудь написал мне как выключить как выключить комментарии потому что я не хочу читать так минуточку ребятки я что-то не могу тут меню поменялось и я не могу понять как выключить комментарии ну-ка подскажите мне подскажите пожалуйста и я выключу комментарии и дальше двинусь так это у нас кто-то тут запросы вперед на переписку так 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 не могу сообразить слушайте как будто как будто первый раз в прямом эфире но я что-то не могу сообразить где кнопка выключить комментарии ну видимо и вы тоже ладно давайте я тогда пока не буду выключать комментарии и время тратить на то чтобы чистить чат тоже не буду и так вот смотрите давайте продолжаем у нас с вами три канала красный зеленый синий эти каналы содержат по два цвета мы с вами должны просто раз и навсегда это запомнить вот вроде бы это легко и мы с вами вот ну скажем корректирующий слой color balance до открываем ежедневно если работаем фотошопе и что-то здесь двигаем эти ползуночки но если мы раз и навсегда не запоминаем и не запомним из чего состоят вообще эти каналы до из каких цветов ну как бы нам будет сложно вообще ориентироваться а что же делать вообще с цветом так вот давайте один раз и навсегда мы запоминаем что в красном канале содержится два цвета красный и голубой то есть двигая ползуночек красного вправо направо мы добавляем красный двигая ползуночек красный красного канала налево мы добавляем голубой вроде бы я сейчас вам рассказываю банальные вещи очень простые просто я обращаю ваше внимание чтобы вы это запомнили и так далее вот мы в зеленом канале видим красный и зеленый и magenta в синем канале синий и желтый также мы конечно в color balance цветовом балансе можем корректировать отдельно света то есть в цветах поправлять цвет в средних тонах поправлять цвет и также в тенях поправлять цвет но сейчас не об этом сейчас именно про цвет так вот если мы здесь в цветовом балансе эти каналы видим они обозначены нарисованы то есть написано да как какой канал какие в нем цвета эти цвета здесь нарисованы то вот если мы сейчас с вами например пойдем выборочную коррекцию цветов селекте в color то здесь как бы нам уже чуть чуть посложнее разобраться вот уже чуть чуть посложнее да потому что здесь мы не видим нарисованных цветов обознать не обозначены они и мы только здесь видим вот с левой стороны cian magenta yellow black и уже вот эти двигать ползуночки нам становится посложнее так вот давайте просто раз и навсегда запомним вот давайте еще раз проанализируем здесь написано cian magenta yellow но еще добавлен black вот давайте мы вернемся в color balance and magenta yellow и возвращаемся нет мы сначала вернулись сюда теперь проанализировали какие цвета напротив cian magenta yellow запомнили и теперь идем селекте в color и уже знаем что напротив циан у нас красный напротив magenta у нас какой зеленый напротив yellow у нас какой синий ну а напротив black конечно же белый что здесь выборочной коррекции цвета можно делать можно по отдельности корректировать разные цвета вот например если мы в серый нейтральный зайдем в принципе серый цвет есть у нас на всем изображений и мы с вами можем например там тонировать фотографию в какой-то там определенный оттенок так вот если мы просто серый сейчас будет самым показательным здесь и я вам просто хочу показать что вот если мы например в color balance вот где red написано мы двигаем сюда и мы получается добавляем красный то если мы если мы в селекте в color будем сюда двигать то будет наоборот то есть вроде бы здесь у нас красный но красный мы будем получать в противоположную сторону понимаете то есть вот это нужно запомнить значит выборочной коррекции цвета просто ползуночки как бы наоборот но то но те же самые цвета сюда мы добавляем например красный или голубой сюда мы добавляем зеленый или матч или мадженту сюда мы добавляем синий или желтый вот это вот нужно просто запомнить ну и конечно тут нужно понимать что если например я сейчас двигала ползунки и в принципе мы видели как так равномерно распределялся цвет по фотографии да то конечно же это потому что серый я выбрала а если я пойду например в какие-то другие цвета вот например в зеленый здесь на этом изображении зеленого нет поэтому если я сейчас буду двигать ползуночек обратите внимание вот у меня меняется только вот этот вот кружочек который зеленого цвета да вот он он будет меняться все остальное на фотографии не затрагивается то есть это конкретно коррекция в каком-то определенном цвете но вот это если мы запомнили мы уже с вами значительно продвинемся в наших знаниях вообще цветов фотошопе что с ними делать например нам это где еще может помочь вот если мы ну в принципе она нам вообще помогает теперь да когда мы это знаем но вот если мы идем например в каналы ведь в каналах мы тоже видим с вами red green blue и очень сложно понимать вообще что делать с этим каналом red если мы не знаем что в нем присутствует еще голубой или что делать с каналом green если мы не знаем что в нем присутствует еще мадженто и никаких других цветов только эти два green и мадженто вот поэтому мы с вами уже эту основу знаем а далее мы должны с вами научиться понимать как же эти цвета смешиваются то есть вот эти знания которые мы сейчас с вами получили это как бы прямо снова основа дальше мы дальше должны глубже двигаться соответственно мы должны научиться понимать как при смешивании цветов получить другие цвета да потому что нам же недостаточно например ну только вот этих основных основных цветов красного зеленого синего циан голубого мадженты и желтого есть же ну например оранжевый да который получается там при смешивании определенных оттенков и так давайте мы с вами посмотрим что же получается когда мы смешиваем например красный и синий мы получаем мадженту смешивая красный и зеленый мы получаем желтый смешивая синий и зеленый мы получаем какой голубой вот давайте на примере корректирующего слоя кривые мы с вами это посмотрим вот давайте например зайдем сделаем корректирующий слой кривые и посмотрим ну кривые это вообще конечно кладезь где мы можем с вами вообще корректировать наше изображение не только по яркости и контрасту но и конечно же корректировать цвет вот именно этим и кривые цены потому что ну например если в color balance или там в селекте в color мы можем корректировать только цвет то в кривых мы еще можем воздействовать и на яркости на контраст изображения поэтому мы с вами вот смотрите вот давайте за пойдем с вами например в красный канал да вот давайте мы сейчас вот прям по этой схемке до будем смешивать цвета вот мы сейчас в красном но чтобы хотя бы как-то еще основы кривых вам рассказать давайте сначала расскажу что rg вот это вот основной канал то есть тут мы с вами воздействуем на яркости контраст изображения да вот но и мы должны понимать что когда мы двигаем эту кривую мы воздействуем на яркости контраст не только на контрастную яркостную составляющую но еще и повышаем яркости контраст цветов то есть чтобы этого не по чтобы он мы например добавили контраст не добавляя контраста яркости в цвете нужно там использовать другие до определенные настройки а если мы просто здесь вот двигаем вот эту кривую то мы воздействуем и на цвет тоже дальше сейчас минуточку вот теперь мы должны понимать что это за кривой что это за кривая которая сейчас прямая только она становится кривой когда мы начинаем ее двигать вот она становится кривая да поэтому она и называется кривые значит здесь у нас зона теней здесь у нас зона светов а вот это у нас это зона средних тонов да то есть мы должны понимать что как только мы вот здесь что-то делаем мы можем ставить например контрольные точки вот если я поставила сейчас контрольные точки я зафиксировала как бы до зону теней зону средних тонов и зону светов и тогда я могу например что-то делать там зоной и могу еще туда фиксировать и вот я сейчас более плавно могу зону теней прорабатывать до более плавно могу зону светов прорабатывать и так далее вот если мы с вами сейчас теперь пойдем в канал и вот давайте идем например в красный канал и средних тонах мы с вами приподнимем кривую красную вот так то есть мы получается как бы больше всего сейчас добавили и красного цвета именно в средних тонах да ну и давайте например сейчас еще пойдем в зеленый канал это же приподнимем кривую в средних тонах ну какой цвет мы с вами получаем именно желтый то есть мы смешали красный и зеленый и в итоге мы что получили желтенький цвет а если мы хотим скомпенсировать если вдруг у нас получился какой-нибудь там ну сильно желтый цвет тогда мы идем в синий канал и можем еще скомпенсировать немножко добавив синего понимаете то есть если мы опускаем мы добавляем опять же еще усиливаем желтый а если мы поднимаем то мы наоборот добавляем немножко синего цвета и вот смотрите вот я затонировала фотографию вот уже затонировала в такой более тепленький цвет понимаете хорошо давайте еще посмотрим как можно смешивать цвета на минуточку сейчас я все эти точечки по удаляю так и вот например давайте если мы хотим получить какой-нибудь там другой оттенок да вот давайте мы сейчас пойдем в зеленый и опустим вот так вот эту кривую то есть средних тонах мы добавили мадженту и мы пойдем в синий канал это же опустим эту кривую и посмотрите какой мы красивый интересный шоколадный оттенок получаем понимаете то есть вот пожалуйста мы просто должны с вами ну хотя бы примерно изучить как вообще работают как смешиваются цвета и конечно же не бояться экспериментировать конечно же дергать эти ползуночки кривые кстати это такая настройка которую начинающие очень боятся но она действительно достаточно такая вот запугивающая вначале потому что чуть-чуть дернешь эту кривую и уже получается какая-нибудь фигня но на самом деле вот если вы вникнете в то как работают кривые вы влюбитесь в них навсегда давайте например мы смешаем сейчас пойдем например в красный канал и вот например опустим вот так вот ползуночек то есть кривую красную в светах вот так опустим да а теперь давайте пойдем синий канал и тоже опустим эту кривую а теперь пойдем в зеленый канал и тоже опустим эту кривую вот так и мы уже с вами получаем какие-то такие более розовые оттенки если мы с вами научимся играть этими ползуночками вот я сейчас прям играю этими ползуночками вот смотрите вот чуть-чуть я добавила в средних тонах красненького вот такие более розовые более такие ну не пурпурный ну чуть более такой розовый да мы получили цвет так теперь мы пойдем с вами все по удаляем и теперь мы например хотим ну сделать такой более контрастный цветной вариант фотографии что мы будем делать мы будем выкручивать нашу кривую вот таким образом и в красном канале и в зеленом канале да и в синим канале то есть вот смотрите обратите внимание вот я сделала такой более контрастный более такой углубленный вариант то есть здесь я вам сейчас показываю не принцип смешивания цветов а просто принцип того что если мы вот мы должны запомнить что чем более пологая то есть чем более выкрученная эта кривая чем больше значит вот эта прямая становится изгибистой извилистой тем больше мы добавляем контраст на изображение вот именно вот так когда изгибаем а если мы изгибаем вот вот так вот тоже понимаете то есть мы должны понимать что чем больше она вот изгибается тем более контрастным становится изображение так ну давайте мы с вами в общем то я вам про основы цвета до рассказала и давайте я вам например покажу какие-то варианты там разные до тонирования которые ну там могут быть вообще был вопрос у вас один из вопросов достаточно ли что такое плагины да ну плагины плагины это как бы дополнительные встроенные редакторы то есть не встроенные а дополнительные редакторы которые мы как бы встраиваем да покупаем устанавливаем и ну работаем с ними отдельно в фотошопе их если мы устанавливаем фотошоп то конечно же плагинов у нас здесь нет у нас есть только родные фотошопы фильтры которые тоже мы активно должны научиться использовать да но вот плагины это вот дополнительные редакторы ну конечно же замечательный плагин люминар замечательный плагин экспо уже замечательная коллекция плагинов от ник software до color effects про самый старый один из самых старых самых известных и так далее и очень многие думают что если у них этих плагинов нет значит все жизнь потеряна в фотошопе чего-то не получится ну я вам могу сказать что все у вас получится вот у меня ученики всегда удивляются насколько простые приемы я им показываю тех инструментов которых которые у нас есть фотошопе и как через эти инструменты можно добиться совершенно потрясающего результата понимаете поэтому у нас мы должны с вами особенно те у кого нет дополнительных встроенных плагинов ну научиться использовать вот корректирующие слои которые у нас вот слава богу есть да и которые мы можем с вами активно использовать да вот то есть это получается если мы через меню заходим вот чтобы вы понимали что такое чем отличаются корректирующие слои например да от тех же самых настроек которые мы видим через меню ну то есть вот если мы например на фотографии применяем что-то через меню вот у меня смотрите окно layers да сейчас активно и у меня сейчас выделен вот этот слой слой с фотографии ну вот то есть второй слой это вот этот слой вот с этими вот разноцветными кружочками и я например хочу к слою самой фотографии применить какие-то там настройки я иду через меню и например захожу в те же самые кривые и я не ну и я вот что-то меняю например вот да вот так же захожу там в красный канал там зеленый канал и так далее да то то ли то есть я применила здесь какие-то настройки и вот обратите внимание да они применились к этому слою но изменить уже их мне будет сложно то есть что-то как-то где-то подкорректировать ну и так далее а вот если я если я вот сейчас удалю этот слой если я создаю корректирующий слой кривые то он создается именно отдельным слоем отдельным слоем и что это значит это значит то что я могу этот слой теперь корректировать так как мне надо понимаете ну то есть вот у нас создал создался слой сразу же с маской а что такое маски в фотошопе маски это моя любовь на всю жизнь и я думаю что у многих из вас маски позволяют нам корректировать изображение вот максимально точно скажем так да то есть мы можем корректировать изображение затрагивая определенные участки на изображении по отдельности это очень круто вот нет конечно мы можем по мы вот смотрите давайте вот мы сейчас я сейчас создам например дубликат слоя да и на этом дубликате слоя например я сделаю какие-то ну какие-то изменения ну давайте я вот уровни сейчас открыла и вот я какие-то изменения здесь например в нашу ну вот к примеру да вот я что-то сделала с этим слоем да и да я конечно могу взять сейчас например мне хочется это оставить только ну скажем вот на кожи девушки вот этот цвет мне хочется оставить только на коже девушки а со всего остального со все вы со всех остальных участков на изображении стереть ну мне придется брать ластик стерку и это вытирать и это че ну вот у нас же есть инструмент ластик да я уже даже забыла где он находится ну вот он по моему да вот у нас есть инструмент ластик и мы с вами можем вот ну начать вытирать да ну вытираем вытираем да конечно можем мы стереть можем вот я вот сейчас вытираю то есть получается вот такая вот как бы дырка да на этом слое мы стираем его но бывает так что мы что-то стираем 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 и лишнего вытерли и вот подкорректировать и это уже будет сложнее если мы заметили это там на каком-то определенном более на каком-то определенном этапе когда мы уже например передвинулись куда-то сюда то есть у нас в истории ведь в истории у нас создаются действия да вот все действия которые мы делаем они у нас есть в истории зафиксированы ну и настроить конечно действия количество этих действий в истории мы можем в настройках фотошопа вот но тем не менее бежать вот сюда куда-то по истории и что-то там искать какое-то действие на котором мы где-то лишнее стерли это будет проблемно ну как бы это просто время займет и зачем это нужно поэтому у нас есть с вами масочки вот мы с вами хотим например да сейчас этот слой оставить только на коже нашей девушки белая масочка взяли кисточку черного цвета и начали прозрачность конечно мы можем регулировать флоу можем регулировать но я как правило только прозрачность трогаю вот и мы можем вот сейчас я провела черненьким по белой маске вот чтобы вы видели да я сейчас так минуточку да вот я провела черным по белой масочки и получается что я вот обратите внимание вот протерла этот слой точно так же как точно так же как ластиком я бы протерла да но вот в данном случае например если я хочу если я хочу оставить только на коже но наверное будет проще потому что здесь получается что тело девушки занимает значительно меньше пространства чем все остальное поэтому я инвертирую эту маску в черную нажимая control или command i на клавиатуре я инвертировала то есть я как бы спрятала этот слой и я теперь получается могу проявить этот слой там где мне нужно вот так вот я сейчас прохожусь быстренько и проявляю этот слой там где мне надо вот так прошлась прошлась по коже девочки и проявила этот слой там где он мне был необходим конечно можно прозрачность регулировать аккуратненько проходиться можно потом прозрачность этого слоя еще тоже регулировать что тоже очень удобно если где-то мы переборщили мы прозрачностью это регулируем до соответственно у нас больше возможностей больше возможностей вообще что-либо делать с цветом на фотографии если мы пользуемся именно корректирующими слоями так на троеточие да спасибо большое спасибо точно на троеточие так что же мне вам сейчас еще рассказать так один из ваших вопросов был один из ваших вопросов был значит с любой или фотографии можно сделать шоколадное тонирование вот ну тоже такой классный вопрос потому что на самом деле вот буквально вчера у нас был с ребятами на курсе вселенная цвета как раз вебинар я проверяла домашние задания а у нас на этой неделе был как раз неделя была посвящена именно тонировкам разным видам тонировки там уроки были по тонировкам и шоколадным и потом по другим типам тонировок да и соответственно я проверяла домашние задания и вот конечно самая главная ошибка да вот ребят это неправильно подобранный исходник то есть вот исходник например не подходит для шоколадного тонирования а ребята выбрали этот исходник и сделали шоколадное тонирование и в итоге получили не очень хороший результат ну вот давайте мы с вами порассуждаем на эту тему вот например возьмем с вами несколько исходников на которых я вам покажу что вот например ну реально не подходит сюда шоколадное тонирование или например покажу исходники где реально подходит шоколадное тонирование да вот давайте мы возьмем например вот такой исходник замечательная семья в живописном красивом месте знаете розовое озеро в крыму да и вот если мы сейчас эту фотографию открываем и давайте мы проанализируем вот анализ любой фотографии вот очень частый вопрос опять же да как вообще понять что делать с фотографией ну во первых давайте мы с вами опять же сейчас чуть чуть отвлечемся до от темы шоколадного тонирования а вообще поговорим про то что такое вообще как бы обработка до обработка это то что делает нашу фотографию таким как бы готовым продуктом то есть то как вы видите как вы чувствуете и как вы понимаете ваши исходники то есть обработка она совершенно будет не нужна если вы не хотите в принципе ну как бы от ваших исходников добиться более какого-то там ну другого результата а другой результат он зависит от того вообще в каком стиле вы снимаете вообще что вы снимаете да и зачем вы снимаете и вот обработка она для меня как заключительный процесс то есть я как художник вижу например да что исходник это у меня как бы ну вот мое золото да мои то то что я хочу взять и как бы доработать до отшлифовать и сделать из него какой-то такой за уже готовый результат и зависит этот готовый результат от того что я снимаю ну вот например да если я снимаю сказку я буду обрабатывать ее более углубленно более сказочно если я снимаю ну там какой-то ретро или что-то жизненное я конечно же буду максимально оставлять больше естественности но добиваться того результата который хочу получить вот это и есть такой правильный подход к обработке если вы четко понимаете какой результат вы хотите получить исходя из того что вы снимали тогда конечно мы вы получите максимально нужный результат так вот эта фотография например это семейный портрет в красивом живописном месте розовое озеро она конечно но она сама по себе очень живописной и очень красивый цвет имеет до соответственно хочется вот в данном случае что хочется сделать хочется подчеркнуть красоту этого живописного места и если я сейчас здесь начну делать шоколадную обработку ну вот давайте например у час фотография открыта у меня в камере роу да вот давайте я здесь попробую ее сделать шоколадной ну вот что я буду делать ну для того чтобы сделать шоколадный цвет шоколадный цвет давайте тоже я вам сейчас я сейчас открою заново что такое шоколадный цвет вот давайте мы откроем настроечки вообще вот цвета да что у нас есть с вами у нас есть с вами давайте еще откроем сейчас минуточку давайте откроем корректирующий слой на хью situation цветовой тон насыщенности обожаю этот корректирующий слой я сейчас вернусь к шоколадному тонированию просто я вам еще немножко про цвет расскажу да вот что здесь мы можем хью situation делать во первых мы можем менять хью это хью это цветовой тон это и есть менять сам цвет вот мы меняем сам цвет здесь здесь situation мы меняем его насыщенность а здесь мы меняем его яркость да то есть вот мы можем посредством этих ползуночков добиваться того цвета и той яркости той насыщенности которая нам максимально необходимо да вот пожалуйста меняем и добиваемся нужного нам какого-то там вот оттенка да вот это конечно это вообще тоже потрясающий инструмент фотошопе я бы сказала как и кривые просто ну ну сказочный до инструмент и здесь мы можем с вами тоже корректировать еще и и хью цветовой тон и saturation и lightness яркость в отдельных цветах вот то есть хотим в красном например там откорректировать яркость корректируем выбираем красный корректируем в нем яркость хотим какой-то другой цвет выбираем другой цвет и так вот это мы с вами здесь поняли а теперь давайте в цвет пойдем так вот давайте мы здесь посмотрим вот этот вот и вот этот вот эта растяжка градиент градиентная растяжка цветов что это такое это и есть из как бы это и есть смена цветового тона то есть вот здесь мы меняем цветовой тон а вот уже здесь мы меняем его яркость и его насыщенность вот это тоже нужно четко понимать то есть цветовой тон меняется здесь здесь только яркость и только насыщенность то есть чтобы вы понимали если мы здесь не трогаем цветовой тон то вот это все это один и тот же цвет это не разные цвета это оттенки одного и того же цвета то есть если мы например выбрали какой-нибудь вот такой цветовой тон оранжевый то вот это вот все это его оттенки и вот если мы сейчас вот так вот так вот так опускаемся вот так то мы видим какой цвет вот здесь какой мы видим цвет шоколадный шоколадный то есть теплый теплый цвет вот любой цвета вот вот эти оттенки шоколадного цвета вот шоколад я надеюсь что вы понимаете к чему я это говорю вот то есть опять же мы с вами сейчас вернулись именно к тому чтобы вообще природу цвета понять да то есть знаете есть такое правило до что цветовая гармония достигается когда мы используем не более 3 хроматических оттенков и не более 3 а хроматических оттенков а что такое хроматические оттенки я хроматические то есть вот есть цвет есть как бы цвет цветные цвета а есть бесцветные цвета скажем так простым языком то есть бесцветные это все оттенки от белого к черному да вот они и цветные это уже все как где мы начинаем примешивать какой-либо цвет да так вот мы должны с вами понимать раз мы это правило знаем вот очень часто например на изображении есть к примеру там ну вот к примеру на изображении есть какой-нибудь вот такой давайте я сейчас вот это выключу сейчас минуточку сейчас чтобы мы с вами этот цвет видели вот вот если например какой-нибудь мы видим на изображении есть какой-то такой вот оранжевый Потом есть на изображении какой-то такой оттенок, есть какой-то такой цвет на изображении или даже вот какой-то вот такой цвет. Мы должны понимать, что это не разные 3-4 цвета. Вот это все относится к одному цвету. Значит, мы можем взять несколько вот этих вот оттенков и считать их как один. Потом взять несколько вот этих оттенков и считать их тоже как второй. И вот несколько вот этих оттенков и считать их как третий. Конечно, любые правила мы можем нарушать. Естественно, да, там есть это правило, но мы видим часто, что, естественно, мы этого правила не придерживаемся. Но по большому счету лучше, конечно, особенно новичкам знать это правило, потому что чем больше цвета на фотографии, тем сложнее вообще в принципе им управлять. Вот это точно я вам могу сказать. Поэтому лучше придерживаться правила, что не более трех хроматических оттенков. Вот. И возвращаемся мы теперь к нашей вот этой фотографии. Возвращаемся. Так вот мы здесь, например, говорили, что здесь, ну почему не подойдет здесь шоколадный оттенок? Ну потому что мы убьем с вами всю красоту и всю чистоту вот этих вот цветов, которые здесь есть. Вот мы давайте сейчас температуру поднимаем. То есть вот мы сейчас делаем, давайте мы поднимем температуру и немножко сдвинем, например, тинт. Тинт делает нам или более зеленым, это так простым языком, да, или более зеленым нашу фотографию, или более розовым, да. И вот мы, например, сейчас максимально с вами сделали ее вот такой вот оранжевой. Ну, чтобы сделать шоколад, нам надо что сделать? Ну, снизить насыщенность, например, да. И что мы получаем? Ну давайте вот насыщенность, там чуть контраст. Вот красиво это. Ну, может быть, у вас, кстати, на... Я смотрю сейчас на телефоне, может быть, это и выглядит более закатно, что ли. Но на самом деле цвета стали грязные, некрасивые. Вот где-то, конечно, может быть и можно чуть-чуть там дорисовать какой-то там оранжевый закатик. Но чистоту цвета соблюсти здесь вот, ну, не получится. Понимаете, на вот этих вот... Вот эти вот красивые розовые оттенки, которые есть на этой фотографии, мы их просто убили. Вот. А если мы, например, откроем какую-нибудь... Вот такую фотографию мы... Что здесь видим? Мы здесь видим изначально оттенки приглушенные, не кричащие. Изначально мы здесь видим такой вот, ну, такой налет ретро, такой вот чистые цвета, то есть нет вот никаких, ну, как сказать, никакого разнообразия оттенков. То есть здесь изначально мы видим те цвета, которые мы легко можем затонировать в шоколад. И которые только раскроются за счет этого шоколадного тонирования, да. То есть вот если мы сейчас с вами, например, здесь какие-то ползуночки раздвинем, ну, что я сделала? Я тени увела в плюс, чтобы тени сделать более... Ну, проявить тени, да. Немножко я увела в минус цвета, экспозицию чуть приподняла. И вот давайте мы температуру поднимаем здесь, вот делаем ее такой более желтенькой. Но чтобы она не была сильно желтая, давайте все-таки чуть-чуть вот тинт тоже сдвинем, да. Ну, слишком насыщенно. Поэтому насыщенность вот так убираем. Это просто как один из видов такого шоколадного тонирования. Самый вообще банальный, самый простой. Я вам показываю. Просто хочу сейчас не показывать... То есть у меня сейчас не задача стоит вам разные типы шоколадного тонирования показать. а именно порассуждать с вами, где стоит это шоколадное тонирование применять, а где не стоит это шоколадное тонирование применять, да. То есть вот я, вот смотрите, ну, Дихейс, что это, это дымка, да, то есть вот так мы добавляем дымку, а вот так мы ее как бы убираем. Вот мне хочется здесь ее чуть-чуть убрать. Ну и что мы с вами получили? Получили красивое шоколадное тонирование этой фотографии, да. И оно здесь действительно подходит, и оно здесь действительно улучшило нам фотографию. А вот если мы сейчас возьмем, например, какую-нибудь вот такую фотографию, хорошо. Вот сказочная съемка новогодняя, которая была сделана в преддверии Нового года. И вот если, вот как вы думаете, если я сейчас ее сделаю шоколадной, это украсит ее? Ну, конечно же, нет. Ну, понимаете, вот этот красный цвет чистый, красивый, мне его нужно ведь раскрыть, мне ведь его нужно показать зрителю. А если я сейчас это все убью шоколадным тонированием, что это получится? Это получится хрень, по большому счету, извините за выражение, да. Вот. Ну и что это? Ну вот. То есть мы должны с вами понимать, что перед тем, как мы, перед тем, как мы с вами садимся обрабатывать фотографию, нам уже нужно проанализировать то, что мы видим своими глазами, исходник, который мы видим, и примерно хотя бы понять, что мы будем с ней делать, в каком направлении мы будем двигаться, чтобы подчеркнуть ее достоинства и скрыть ее недостатки. Это вот самая главная задача обработки. Подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Вот для этого мы с вами и обрабатываем наши фотографии, да. Так, что еще мне вам показать, рассказать? Так, что у нас тут с вами по времени? Ох, как быстро время пролетело, уже без десяти, без десяти. Давайте-ка я с вами немножко пообщаюсь. Сейчас я переверну камеру. Так, сейчас, минуточку, ребятки. Угу, вот. Так, вот так. Так, ну что, ребят, насколько был информативный мой эфир? Насколько вам понравилось? Хотите ли вы, чтобы я продолжала, чтобы я какую-то серию эфиров для вас провела? Так, ну и да, да, задавайте вопросы, обрабатываете через Lightroom или есть еще другие проги? Я обрабатываю. Смотрите, в Lightroom я работала много-много лет назад, когда я обрабатывала пакетно. Ну, снимала там репортажи, свадьбы. Тогда, да, я обрабатывала. Потом я ушла от него и стала все обрабатывать в... Значит, делаю отбор и сортировку в бридже. Потом открываю в камере RAV, прорабатываю RAV. И потом уже все художественно обрабатываю в самом фотошопе. Так, если можно, про пакетную обработку в фотошопе. Пакетную обработку в самом фотошопе, конечно, тоже, ну, можно делать. Есть определенные, да, настройки в фотошопе. Ну, разные вообще варианты. Вы понимаете, просто когда в голове очень много знаний... Вот видите, я даже сейчас на эфире немножко прыгала, потому что я конкретную тему, в принципе, не обозначила. Я, наверное, в следующий раз конкретную тему обозначу. И буду конкретно в направлении этой темы двигаться. Потому что уж очень много хочется, да, там с вами поделиться, рассказать. Вот, и поэтому прыгаешь. Так, я очень рада, что вам понравился эфир. Сказочную серию хотим, если можно. Я поняла. Красивый зеленый. Так, эфир... Вот, ну, кстати, насчет красивого зеленого, опять же, тоже, да, вариантов обработки зелени ее, ну, просто тоже очень много. Вот, и, ну, очень много всего, что... Давайте я подумаю, когда вот сейчас 8 марта пройдет, мне нужно съездить в Краснодар к деткам, к маме. И потом, может быть, я еще выйду к вам еще... Да, я постараюсь этот эфир сохранить. Ребят, не переживайте. Вот. И что еще хотела сказать? Смотрите, у меня вот сейчас второй поток, кто хочет у меня учиться. Я сейчас... Это не агитация, это не... Ни в коем случае в такое тяжелое время я не хочу тут себя сейчас рекламировать или что-то говорить. Просто ставлю вас в известность, что я продолжаю работать. Соответственно, раз я продолжаю работать, у меня продолжается обучение. Вот сейчас у меня эта неделя последняя выпускная на втором потоке курса «Вселенная цвета». Ну, и третий поток, он начинается 1 апреля. И если вы хотите намного больше знать про цвет, то я вас приглашаю, присоединяйтесь к третьему потоку. Уже сейчас на моем сайте вы можете к нему присоединиться. И на эти два дня, на сегодня и на завтра, я на сайте сделала большую распродажу всех обучающих материалов. Так что можете тоже посмотреть, выбрать для себя там уроки, курсы и так далее. Сколько будет стоить курс «Селенная цвета»? Курс «Селенная цвета» сейчас на сайте стоит по минимальной стоимости 14 990 рублей. Ну, округляем, 15 тысяч. Так что можете присоединяться. Так, такой же вопрос. Как сделать, чтобы фото сами друг с другом открывались и выгружались с фотошопа? Я поняла. Я поняла у вас ваши вопросы. Не смогу уже ответить на них сейчас. Вот, поэтому зафиксирую. Все буду фиксировать. Все себе списком написала, все, что в сторисах мне писали, все, что вы мне под постом вчерашним написали, все вопросы. Потихонечку буду стараться. Ну, что возможно именно в прямых эфирах рассказать, я буду стараться рассказывать. Вот, и в заключении хочу вам сказать, ребят, не отчаивайтесь. Пока мы живы, жизнь продолжается. Пока мы можем друг другу улыбаться, мы должны друг другу улыбаться. Мы должны нести свет. Поэтому постарайтесь сейчас просто мне улыбнуться. Я вас всех обнимаю. Желаю вам крепиться, держаться. Прорвемся. Все будет хорошо. И я с вами прощаюсь. До новых встреч. Так.